Ольга, скажи, а как ты относишься к курильщикам? Игорь, крайне отрицательно. Вот и я сам не курю, и другим не советую. Более того, в настоящее время в стадии разработки находится новый антитабачный закон, который в случае принятия его в существующей редакции может практически полностью перекрыть кислород любителям табака. Валентина Доморадская узнала отношения миассов к грядущим запретам. На Южном Урале стартовало голосование по проекту антитабачного закона. В случае принятия его без поправок документ, подготовленный Минздравом России, станет самым суровым в истории российского законодательства против курильщиков. Согласно материалам закона проекта, в России с 2014 года устанавливается запрет на курение на всех рабочих местах, находящихся в помещениях, на территории образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждений и заведениях общественного питания, в зонах общественного отдыха, а также на всех видах транспорта, включая поезда и пассажирские суда дальнего следования. На остановках общественного транспорта, станциях, вокзалах, в аэропортах в радиусе 10 метров от них. К 2015 году этот запрет распространится на гостиницы, кафе и ночные клубы. Таким образом, местами для курильщиков останутся только их собственные дома и улица, а также подъезды жилых домов, но при условии письменного согласия всех собственников жилья. Как вы относитесь к данному законопроекту? Я за. Так пересить надо, не курить. А вы сами курите? Просил. У меня ни муж, ни сын не курят, и табачный дым мне вообще даже в подъездах, из другой квартиры, например, несет. Мне это вообще не нужно. Я как бы не курю, согласен вполне, потому что плюс бы еще запретили продажу в киосках, которые на виду все. Я бы тоже согласен был. Потому что, ну погоди, отменили мультик, где волк якобы курит, дети его видят раз в месяц, а ребенок дойдет со школы, вот эти киоски видит 10 раз в день. Это нормально? Закон распространяется как на обычные сигареты, так и на сигары, трубки, кальяны, жевательный и нюхательный табак. К 2014 году в России полностью исчезнет реклама табачных изделий. Распространение бесплатных рекламных образцов, скидок, купонов, спонсорства табачными компаниями различных мероприятий также запретят. Под такую цензуру попадут и фильмы с передачами, снятые после вступления закона в силу, если в них демонстрируется процесс курения. При этом уже к 2014 году закон значительно ударит по кошельку у курильщиков. В связи с увеличением доли акции за в розничной цене сигарет до 50%, а к 2015 году планируется установить минимальные цены на табачные изделия. И самая дешевая пачка сигарет будет обходиться покупателям не менее чем в 60 рублей. Нет, я бросил, вот уже вторую неделю не курю их, кстати, завязал. С этих законами, да, это строили. Зачем нужно? Думаю, нормально отношусь, потому что курение вредно вообще для здоровья. А сами-то курите? Нет. А вы? Не курим. Спроссмены. Урачно попали. Ну, давайте мы не будем вот сейчас. В настоящее время Законодательное собрание области предлагает всем жителям региона высказать свое мнение по поводу данного законопроекта и принять участие в голосовании, которое проходит на официальном сайте Законодательного собрания области и страницах Южноуральского парламента в социальных сетях.